Здравствуйте, это программа Дело и я, Юлия Прохорова. Сегодня говорим о тенденциях на рынке недвижимости. Михаил Мень, сегодня же министр строительства ЖКХ на Всероссийской конференции «Ситуация в строительной отрасли в России» озвучил основные показатели за первый квартал этого года. Объем заключенных договоров за три месяца увеличился на 22%. Обеспеченность строя организаций контрактами за этот же период выросла с 1,8 до 3,1 месяца. Наверное, следовало бы в дни пересчитать этот показатель. По словам министра, это отражает тенденцию повышения спроса на строительную продукцию. По жилому фонду тоже хорошие результаты. Физический объем жилищного строительства за год вырос на 33%. Теперь надо понять, какие тенденции отражают эти цифры. В этом мы постараемся разобраться с нашими гостями. Это Константин Ковалев, управляющий партнер компании «Блэквод». Здравствуйте, Константин. Я и Сергей Лобжанидзе, руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «Бесновострой». Здравствуйте, Сергей. Спасибо, что пришли в нашу студию. Я думаю, логично обсуждать состояние тех, кто формирует спрос и тех, кто удовлетворяет этот спрос. Поэтому давайте так. Строительство идет. Вот 33% была озвучена цифра. При этом спрос на жилье, не будем брать элитку, сейчас упал на 47% за первый квартал. Вообще, какие объекты сейчас, строящиеся объекты, я имею в виду, в какой степени они будут востребованы? Я бы так задала вопрос. Ну да, безусловно. То есть, конец прошлого года, то есть, он продемонстрировал, скажем так, связь финансовых рынков с рынком недвижимости. И то падение рубля, которое имело бы место в конце прошлого года, оно, естественно, отразилось на рынке недвижимости. Большей частью, конечно, домохозяйство вкладывалось в ту недвижимость, в которую оно могло вложиться, а не то, которое мечтало. Поэтому в эконом-классе, в общем-то, показатели очень и очень хорошие. Это, конечно, замечательно, но я бы здесь все-таки не тешил себя надеждой, что к концу этого года ситуация может повториться. К сожалению, домохозяйство накапливает свои, осуществляет свои накопления на покупку квартиры годами. И, конечно, ожидать к концу этого года такого же ажиотажа, которое было место в прошлом году, наверное, абсолютно наивно. Вряд ли, да. И вы упомянули связь финансового рынка и рынка недвижимости. Решение Центробанка о закупке валюты, выйти на рынок с интервенциями. Аналитики оценили это решение однозначно, что дальнейшего укрепления рубля не будет. Этот факт как-то на состояние рынка недвижимости повлияет? Да, вы знаете, то есть мы к удивлению своему видим высокую чувствительность и корреляцию игры на финансовом рынке, что происходит с рублем, да, и покупками в недвижимости. Связь практически, вы знаете, ну, мы с задержкой там неделя-две. И это нам очень нравится, на самом деле, я думаю, так же, как нравится, как и игрокам на финансовых рынках. Что касательно укрепления рубля, конечно же, укрепление рубля, как это ни обидно, но не будет сказываться положительно на спросе, увеличении спроса. Мы, как вот организация, которая осуществляет строительство и управление продажами, видим, что, ну, конечно, слабый рубль, он больше способствует спросу на рынке недвижимости. Пока надеяться на это не приходится. Ну, к сожалению, да. Покупатели сегодня, Сергей, стоят перед выбором покупать недвижимость, открывать депозит, вкладываться в валюту. Вот как, однозначная выгода по какой-то позиции есть, и какие плюсы у покупки недвижимости в данный момент? Ну, в первую очередь, ну, основной плюс покупки недвижимости, что это материальный актив. И если вы покупаете даже новостройку по белым схемам, вы, в общем, на 100% практически защищены от того, что вы эту квартиру не получите. Ну, это аксиомы. Ну, до недавнего времени аксиомы это, ну, не являлось объективным показанием. Как только рынок причесали, то, естественно, там гарантий стало больше. А что касается сравнения с другими инструментами, наверное, в краткосрочном периоде, там всегда есть масса других вариантов, где эти деньги сыграть. Что касается покупателей, которые были в декабре и отчасти в январе, потому что после декабря, там, классного декабря, когда там все в три раза больше продали, в январе, феврале все упало. И вот такое впечатление, что как раз продали январь и февраль, все в декабре. Сейчас ипотека немного рынок подзадорила. Надо сказать, что в первом квартале, по крайней мере, в Москве, вышло, наверное, проектов больше, чем выходило в Москве за весь 2014 год. И как по количеству там корпусов, так и по количеству лотов, квартир по проектному объему, которые вышли. И надо сказать, что в основном на 50% это вышли проекты как раз более высокого сезонного сегмента, не эконом и комфорта. Скорее уровень позиционирования для бизнеса и выше. Их по площади там 48%. То есть все, кто хотел выйти, вышли сейчас, потому что ситуация неопределенности, лучше выйти раньше, чем позже. Что касается недвижимости, потому что то, что будет дальше, еще менее прогнозируемо, чем то, что было в марте. Вот то, что касается, что будет дальше по вторичному рынку, какая-то предсказуемость есть? Вы знаете, где-то с начала 2014 года наблюдалась очень жесткая сегментация вторичного рынка. На вот старт этой жесткой сегментации, когда квартиры старого фонда, там постройки 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, они объективно становились дешевле. А вот та новая недвижимость, которая уже там получали ключи и выводили в эксплуатацию, она стала дорожать. Сейчас вот массового этой тенденции не наблюдается, потому что рынок вторички – это масса собственников, каждый со своим запросом. И чтобы это стало тенденцией, необходимо, во-первых, чтобы время экспозиции уже перевалило любой приятный уровень. Необходимость в деньгах появилась. И есть, например, зоны в Москве, где объективно старый фонд сильно переоценен. Это касается Востока, Юго-Востока. Вот отсутствие хороших проектов в границах Москвы мешает им падать дальше. Хотя вот, например, тот же Восток и Юго-Восток сейчас очень сильно сегментирован. И там есть предложения по квартирам в старом фонде, сравнимые с предложениями с апартаментами, которые до недавнего времени на первичном рынке были такими дешевыми занимителями, как продуктов. Апартаменты, кстати, не теряют своей привлекательности в связи с новыми правилами расчета налога на недвижимость? Знаете, конечно, они теряют. Поэтому большинство застройщиков постарались застраховаться, и они стали переводить апартаменты в квартиры. Первые ДДУ мы, наверное, увидим где-нибудь в мае-июне, уже по факту переведенных секций. Не везде это можно сделать, и не везде нормы позволяют существующее это сделать, просто меняя разрешение на землю. Что касается вообще рынка апартаментов, он очень сегментирован, есть очень дорогие лоты, есть супер дешевые лоты, там, например, в районе Бирюлева, там есть ЖК со всеми дешевыми апартаментами, площадью 22 метра. В принципе, особого ажиотажа вот не наблюдается. Раньше тормозили более высокие ставки по эксплуатации и по коммунальным платежам, сейчас, естественно, налог будет тормозить, поэтому продукт не совсем понятный. И особенно вот когда он начал сейчас переходить в Подмосковье, там еще он менее понятен продукт. Вот я хочу привести слова владельцев вашей Москва-Сити. Они утверждают, что даже в кризис апартаменты в Небоскорбах пользуются стабильным спросом. Но это, конечно, другое немножко. Я бы уже ждал то же самое, будучи владельцем документов Москва-Сити. В принципе, там есть хорошие проекты с понятным продуктом, они продаются. Есть продукт менее понятный в том же Москва-Сити, и он не продается. Плюс это же высокий ценовой сегмент. Вот, кстати, иногда соврать очень много. Цена сделки может существенно отличаться от цены экспозиции. И мы об этом с вами никогда не узнаем. Только если мы не спросим по участному, а сколько какая была сделка? Если уж, да, завели речь про высокий ценовой сегмент. Высокий ценовой сегмент в апреле, я посмотрел статистику, было продано в Москве 165 квартир и апартаментов. То есть это динамика 66% по отношению к первому кварталу. Мне кажется, это очень большая цифра. Это укрепление рубля такую уверенность придало покупателям? Нет, вы знаете, это двойная ошибка консультанта недвижимости. Ну, во-первых, ошибка, потому что он сменил стратегию своей расчета. Во-вторых, ошибка, потому что он не согласовал ее с другими участниками рынка. А, то есть эта цифра не отражает истинную картину? Да, не отражает истинную картину. То есть по нашим расчетам сделок на рынке недвижимости было совершено в первом квартале в районе 70-80. И вообще просто так для ориентации, то есть в хорошие года, если говорить про элитную недвижимость, то есть у нас есть конкретная градация элитной недвижимости, это порядка 60 зданий, это в Москве 60 комплексов, и продавалось в хорошие года порядка 550 сделок за год. Ну вот, поэтому говорить, что там в течение одного месяца было продано 100-150 квартир, это, конечно, какая-то просто ошибка. Я только порадовалась за элитную недвижимость, оказалось, что это не достоверная информация. Чудо не случилось. А вот на этот сегмент повлияло как раз новые правила исчисления налогов на недвижимость, на спрос, на интерес к этому сегменту? Вы знаете, в меньшей степени это повлияло, потому что люди, которые приобретали апартаменты в высоком сегменте, это, как правило, люди, которые это делали в первую очередь для того, чтобы либо делать арендный бизнес, либо это какие-то инвестиционные сделки. В том числе нас порадовало, то есть, какой-то, по крайней мере, что нас действительно порадовало в апреле месяце, так это сделки с участием иностранных инвесторов. И вот наша компания, конкретно в частности, привлекла инвесторов в один из проектов. То есть, японская компания приобрела более чем на миллиард рублей. Это очень интересная, конечно, тенденция. Она нас действительно радует, и она, скажем так, является таким вот, ну, скажем, тем маленьким чудом, которое вы хотели сегодня упомянуть в своей передаче. Это действительно что-то такое незаурядное. На самом деле, да, присутствие иностранных инвесторов, все говорят, что нескоро мы увидим их активность на этом рынке. Видите, вы сейчас говорите абсолютно об обратном, даже если это единичные случаи. Это очень хороший сигнал для рынка. И я бы хотела уточнить... Кстати, то, что вы говорите про тот факт, что владельцы элитной недвижимости не сильно испугались этого налога. Размер налога действительно мало кого испугал. Я хочу привести слова владельца офисной недвижимости. Один из владельцев башни в центре столицы в прошлом году еще сказал, «Если власти Москвы считают, что его здание столько стоит, он с удовольствием им продаст его по этой цене». То есть, людей, собственно, сам механизм расчета вот этой стоимости... Кадастровой стоимости, да. Кадастровой стоимости, да. Но, к сожалению, действительно, суды настоящий амен завалены этими, ну, скажем так, исками. Я думаю, что это... Ну, то есть, иски эти еще в ближайшее время должны все-таки прекратиться. Я думаю, что законодатели должны более внимательно посмотреть. Мы сейчас уже видим их, скажем так, смягчение позиций и возможности пересчета кадастровой стоимости. Там уже идет вопрос раз в два года. И, конечно, то есть, для многих участников рынка, то есть, такое увеличение кадастровой стоимости, а это, естественно, вело просто к увеличению налоговой нагрузки, это было очень неприятным сюрпризом и существенно повлияло на вообще возможность иметь или не иметь недвижимость, необходимость такую. Но вот в текущей ситуации, смотрите, я владелец любого небоскреба в центре столицы. Он стоит, ну, к примеру, 500 миллионов долларов. Это кадастровая оценка. Я смогу продать его за эту цену? Нет. Что касательно недвижимости класса А, то есть, или больших комплексов, он давно, то есть, налог на имущество, он давно исчислялся. Он всегда присутствовал в финансовой модели любого здания, то есть, около 2%. И, в общем-то, это никаким сюрпризом здесь не было. То есть, здесь большая очередь касалась, скажем так, налогов на индивидуальных частных предпринимателей, которые имели порядка полутора тысяч квадратных метров и выше. И в этой ситуации они оказались, конечно, таким заложниками, ну, скажем так, не имеющего смысла финансовой модели. А касательно больших зданий, то есть, к ним, скажем так, этот налог в меньшей степени относится. Я предлагаю вернуться к жилой недвижимости. Скажите, пожалуйста, Сергей, какую роль в каких-то, не в каких-то, а в позитивных тенденциях сыграло субсидирование ставок по ипотеке? Или еще рано говорить об этом? На самом деле сыграло. Есть мнение, что уже деньги скоро закончатся, которые выделены на ипотеку. Объективно в марте, в апреле, ну, в большей степени в апреле рост пошел. Прям можно сказать еще, что на рынке сразу появились предложения дешевле, то есть объявили 12%, даже на полпроцента меньше, чем в 2013 году. А есть предложения рекламные, они там 7,9, есть 10. Такая маркетинговая ставка очень быстро стало понятно, что если первичный рынок массового жилья на 70% состоит из сделок по ипотеке, то бессмысленно давать скидку, лучше давать более выгодные условия по ипотеке. И в принципе то, что было понятно еще там в 2010 году, когда рынок вот только-только восстанавливался на массовый продукт после кризиса, было понятно, что ипотека делает сделку и более хорошие финансовые условия, более понятный финансовый продукт, он приносит больше клиентов, чем просто хорошие условия по ценообразованию там в совокупности с общим качеством продукта. Сейчас видно, что вот эта схема, она более рабочая. Так пошла военная ипотека, пошли дотации какие-то, но вот пока не было ипотеки, все работали с большой рассрочкой. Вот на льготную ипотеку возлагали надежды, что она станет драйвером роста рынка недвижимости в этом году. Она оправдает эти надежды? Я думаю, что только первичного рынка и в основном массового сегмента она там наиболее востребована. А более дешевую стоит ждать ипотеку? 30 апреля снижена ключевая ставка, еще на полтора процента. Ну вот у официальных банков вопрос, у некоторых проектов да, стоит, потому что в принципе если сейчас уже есть предложение 10,5 и 7,9, то я думаю даже в рекламных целях ее имеет смысл снижать. Эффективная ставка, ну потенциал для рынка гигантский на самом деле. То есть понятно, что может это не всегда реализуемо для финансовых институтов, такая схема, но будучи внутри рынка понимаешь, что вот где-то 2% дают рост порядка 30% по сделкам. Это просто за счет того, что вы платите меньше по ипотеке, ну процентная ставка. Вы и так считаете, что льготная ипотека, она существенно сможет поддержать рынок? Да, конечно, тут нет никаких другого мнения. Безусловно, государство в настоящий момент должна поддерживать отрасль, в которой участвует 3,4 миллиона населения. Это одна из самых многочисленных отраслей. И забота, скажем, о конечном покупателе, она выражается не только в доходах домохозяйства, но и в том числе возможности получения ипотеки. А без поддержки тех, кто удовлетворяет этот спрос, эта мера эффективно работает? Я имею в виду строителей. Вот сейчас, ну не секрет, что наиболее кредитозависимая отрасль. Ставки были 25%, хорошо, сейчас 17-19%, может быть еще чуть-чуть снизится, но это все равно не дает никаких возможностей для развития строительных организаций. Да, безусловно, что в ценообразовании продуктов квадратного метра конечного сегодня наибольшая составляющая имеет именно стоимость финансового ресурса. И это даже меньше, чем в непосредственно строительных материалах, как бы это ни было печально. Хотя строительные материалы сами по себе тоже завязаны на финансовые ресурсы. Конечно же, дешевые кредиты, субсидируемые кредиты для строителей будут сказываться на стоимости квадратного метра очень сильно. Да, нашла я сегодня программу одну, сейчас Минстро это утверждает правительство, программа называется «Жилье для российской семьи». Суть документа это поддержать инвесторов в размере 4 тысяч рублей на каждый вводимый в эксплуатацию квадратный метр жилья. То есть эта мера, мне кажется, достаточно может оживить рынок. Ну, безусловно, что это одна из мер, которые может оживить сегодня рынок. Но нужно понимать, что, конечно же, для отрасли необходим действительно пакет законодательный, пакет мер, которые должны поддержать. Это, как я говорю, не только лишь конечный потребитель, коим мы являемся, но это в том числе серьезная отрасль, в которой участвуют миллионы населения. И задача поддержки его, конечно, лежит в первую очередь на государстве. Недостаток финансовых средств – это проблема не всех строителей. Некоторые столкнулись, не знаю, можно ли назвать ее проблемой, это как раз свободные денежные средства. Они накопились после, не знаю, стали поступать средства еще с прошлого года. Вот теперь вопрос, куда должны эти средства. Многие предлагают строителям вкладываться в новые участки, а кто-то говорит, что эти средства как раз должны остаться той самой подушкой безопасности, которая поможет им продержаться в 2015 год. Вы как считаете? Ну, вы знаете, вообще… И как много таких компаний с таким свободным потоком? Я думаю, что достаточно. Ну, отдельные исследования пока еще никто на рынке не приводил специально. Я думаю, что, во-первых, ипотека все-таки поддерживала, в первую очередь, строителям. Потому что, если бы она была направлена на физлица, она была бы еще направлена на вторичку. На вторичку ее не направили. То есть, только в те проекты, которые уже находятся на стадии реализации. Там это узкое место, и это более важно. То есть, лучше, на мой взгляд, механизм, когда деньги идут через потребителя. Потому что потребитель выбирает, во-первых, адекватную цену, во-вторых, адекватное отношение цены-качества и качества продукта. Потому что на растущем рынке за 2013-2014 год масса проектов заложена, не в самых интересных, не в самых лучших локациях. И продавалась на вот этом растущем рынке, в том числе из-за некой идеи, что ты купишь студию сейчас, и через год ты ее продашь. То есть, там призывали всех играть, как на бирже. Это сейчас будет в меньшей степени работать. Люди будут покупать для себя или хеджировать деньги. То есть, хороший продукт, который точно не продешевеет. А рынок был не сегментирован. Любое кризисное явление – это повод для его жесткой сегментации. Когда у вас будет по-настоящему хороший продукт, и он дорогой. И плохой, и дешевый за счет этого продукта. Поэтому лучше, наверное, деньги все-таки направлять через ипотечное кредитование. Но единственная возможность для основной массы людей в массовом сегменте его поддержать. Куда направить деньги девелоперов? Но это их, в общем, дело. Наверное, они скорее направят их на земельные участки. Потому что как раз сейчас масса предложений тем, кому они оказались, не нужны. У нас мало времени остается. Хочу задать вопрос. Мы недавно обсуждали с друзьями. Я говорю, какой самый животрепещущий вопрос, когда вы говорите о рынке недвижимости? Говорю, цена. Они говорят нет. Говорят, насколько опасно вкладываться недвижимость на стадии котлована? Это, наверное, не самые частые участники. Но это, естественно, вопрос доверия – главный вопрос. Потом все равно 70-80% – вопрос цены. Спасибо. У нас в гостях были Константин Ковалев, управляющий партнер компании Blackwood. И Сергей Лабжанидзе, руководитель департамента аналитики консалтинга компании BestNavaStroy. Спасибо, Сергей. Спасибо, Константин. И я, Юлия Прохорова. Посмотрите РБК.